Мы ведем переговоры и планируем к поставке С-400. Они этого хотели, они это получили. Поэтому мяч на их стороне. Хотите мирно жить? Проезжайте, определим место, будем встречаться, будем обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты вот эти вот безмозглые санкции и унижения наших людей, патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет. На колени мы не станем. Вы видите, что ничего, обвала не произошло. Мы с Россией в состоянии перемолоть, перелопатить все то, что мы здесь производим и создаем. И есть еще что-то продать. Да еще и Бог помог. Российский газ сегодня уже за 700 долларов за тысячу кубов. Берите, ешьте. Это проблема их. И пусть они там эту проблему решают. Хотя от помощи, я откровенно сказал, этот денег стоит. Платите. Больше не будет дурницы, как это было раньше. Мы их защищали. У нас тут целые анклавы образовывались этих беглых. Мы к россиянам, россияне их возвращали обратно. Они разворачивали, шли снова. Вот пусть забирают и там разбираются с ними. Еще раз подчеркиваю, хотите помощи, ведите себя достойно. Не надо нас считать какими-то второстепенными людьми. Вы сегодня видели с нашими друзьями из Казахстана, с России. Мы умеем все. И даже больше, чем вы видели. Поэтому вы должны себя спокойно чувствовать и народ в этом плане воспитывать. У нас есть все для того, чтобы защитить нашу страну от любых посягательств. Если закончить эту тему по С-400, мы уделили вопросам обороны и безопасности. На пресс-конференции в Кремле я тоже об этом говорил с Владимиром Владимировичем Путиным. Очень много внимания. Вообще этот вопрос был вплетен во все вопросы. Но, наверное, 3-3,5 часа мы вели диалог, если в целом собрать время из 8 часов, именно об обороне и безопасности. Он мне рассказал о более современных комплексах С-500 Российской Федерации, которые могут работать по баллистическим ракетам. Очень эффективный комплекс. Он уже, по-моему, прошел испытания и готовится к приему на вооружение. В том числе я ему еще раз напомню, что С-400 рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы. Слава Богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы вот с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет? Мы должны готовиться. 1200 километров границы с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту. И он дал поручение министру обороны Сергею Шойгу, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам. Что касается вооружений, это первая часть вашего вопроса. Я не буду называть суммы, хотя это тоже небольшой секрет, это больше миллиарда долларов. Я очень благодарен российскому руководству и военному, и ВПК России за то, что они согласовали целый перечень вооружений, которые до 2025 года будут здесь. Это действительно около десятка самолетов, которые вы только что видели. Они уже часть нам поступили. Это вертолеты несколько десятков, Тор-М-2 и так далее. Вы все эти вооружения, ну, может, не совсем все, но видели. Но это большие объемы. Говорит это о том, что и мы, и Российская Федерация очень серьезно воспринимаем вот это западное направление, где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками. Нельзя расслабляться, учитывая опыт 41-го года, когда мы все утихомировались, всех успокаивали военным, не отвечая на провокации и прочее. А потом получили оглушительный удар и практически Беларусь потеряли за пару-тройку месяцев. Они уже были под Смоленском. Вот история многому учит. Мы хотим быть заранее готовы. И суть этого вот современное учение. Мы не нацеливаем свои ракеты на сопредельное государство. Наши самолеты не определяют цели для нанесения удара на их территории и прочее, прочее. Мы готовимся защищать свою землю. Я не впервые это вижу. Есть новые элементы. Но, слушайте, я не думал, что россияне могут привести вот этот период слаживания так. И они спокойно, вот чуть ли не цепляя друг за другом, вы видели, один вертолет одного класса, другого летают, кружат, стреляют. Блестяще. И казахстанцы наши молодцы, что приехали. Для них важно, пусть небольшое количество здесь, но важен сам дух. Вот я с генералом из Казахстана говорил, как полезно. Поэтому меня очень впечатлило в целом учение. Очень, вот я еще доклады мне готовят. Там же мишени. И бомбометане, и россиян, и нас. Они мне доложат, сколько живых мишеней. Но то, что я видел ближе, уже из своего опыта стрелкового, оружие поражали танки и прочее. Мишени, по-моему, там не осталось на поле. Ну, это я еще должен получить этот доклад, потому что это впечатляет. А сейчас надо вглубь посмотреть, а точно ли стреляли. Ну, мы пригласили вместе с россиянами всех, кто должен был посмотреть, и кто желал посмотреть эти учения, пожалуйста. Ну, вы не переживайте. Их здесь не было, но они все видели. Слушайте, это такие масштабные учения, которых только безумцы могут не видеть. Американцы, они все видели. А то, что они, если специально не приехали, мелкотравчатая позиция, безумная позиция. Мы же, люди военные, понимаем, что они рассматривают из космоса все. Каждый квадратный метр просмотрели. Они знают замысел, мы его не скрываем. Мы говорим о численности. Наших много там отрабатывают. Полонезы, пуски были. Если вы заметили, что слух докладывал зам руководителя нашего генштаба. Два метра от цели и четыре метра. Такого не было. Мы испытывали в Беларуси, было где-то 8 и 12 метров. Это хорошо 8, а тут 2 и 4 практически в цели. Кто хотел, тот это видел. Все они видели. Вы не переживайте. Это я вам говорю, как военный человек. Все они видели. Даже те, кто здесь не был. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok